Дорогой Отец 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 Талдот, или история происхождения Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Ну, как бы масло масляное, да? Два раза о том, что Авраам, короче, он сын Авраама, а там Авраам родил Ицхака. Мы видим, что в заключении фразы подчеркивается, что именно Авраам родил Ицхака. Ну, это более тем интересно, потому что вот в начале 25 главы написано и взял Авраам еще жену именем Хитуру, она родила ему, там, Замрана, еще пять здоровеньких мальчиков. Короче, и она родила ему, не он родил, а она родила, а Ицхака он родил. И в Медрашах еврейские мудрецы, они, как бы, говорят о том, что Ицхак, он был очень похож на своего отца. Внешне был похож на своего отца, что не вызывало сомнений в истории происхождения, от кого он родился. И внутренне он был похож на своего отца. А что, в чем он был похож? Бытие 18-19 глава говорит, ибо я избрал его, то есть Авраама, для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творить правду и суд. Исполнен Господь над Авраам все, что заповедовал о нем, все, что сказал о нем. И как жил Ицхак, подводит итог его жизни, подводит сам Господь, когда он говорит, что он бог Авраама, Ицхака и Иакова. То есть он говорит, что его жизнь, она была, да, она была вот такой, он ходил предо мною, значит, и я все исполню. То есть его жизнь, она была достойной, это была жизнь праведника. Это первое, что мы запомним. Он был похож на Авраама, он был достойный сын своего отца и во всех отношениях. И в духовном плане, наверное, и, ну, в общем, был похож, во многом был похож отношением к людям, к делу и так далее. И еще сказано о том, что, это в главе 11 евреям, что верою в будущее Ицхак благословил Иакова и Исава. То есть он был глубоко верующим человеком. Он внесен, Ицхак, он внесен в этот ряд людей, великих верою. Вот. Таким образом, значит, первое, что мы понимаем, что это был, что Ицхак, это был достойный сын своего отца. Ну, впрочем, мы это, как бы, понимаем, да, глядя на его жизнь. Вот. Я просто констатирую, констатирую факт. Конечно, он отличался от своего отца. Мудрецы говорят, ну, которые исследуют личность Авраама и Ицхака более глубоко, да, они говорят, что Авраам, это было воплощение качества хесед, то есть активные добродетели, а Ицхак, его прямая противоположность, олицетворение качества гвура, внутренняя сила. Хесед, он направлен как бы вовне, к людям, да, а гвура, она направлена во внутреннюю суть человека и сосредоточена на его связи с Господом. На это указывает и Тора, который отмечает некоторые качества Ицхака, на которых я и становлюсь, и которые для нас будут полезными, по моему мнению. Например, в Бытие 31-42, вот когда Яков выговаривал Лавану за его неверность в расчетах, он сказал, если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Ицаака, и страх Ицаака, то теперь бы ты отпустил меня ни с чем. То есть он говорит о том, что страх Ицаака, честно говоря, я пропускал это мимо себя. То есть я читал множество раз, десятки раз я читал это, я пропускал мимо себя. Но в другом месте, когда Лаван догнал Якова после бегства, они примирились, Яков поклялся ничем иным, как страхом отца своего Ицаака. Вау, то есть оказывается, в жизни Ицаака было некое такое качество, которое оно настолько впечатлило его детей, что они могли клясться этим качеством. Понимаете? То есть обычно клянуться чем-то таким, ну, таким вообще, ну, там, Иерусалимом, там, жертвенником, да, там. То есть это было что-то такое великое в жизни, вернее, такое большое, знаете, такое выдающееся и всем заметное и понятное, что дети говорили, что вот страх Исаака нас впечатляет. Ну, некоторые говорят, что, ну, исследователи, что по страхам Исаака он понимал имя Божье. Ну, это не отменяет то, о чем я говорю, понимаете? То есть для него имя Божье и страх Божий, он настолько слился, понимаете, что это стало его сущностью, это стало сущностью, то есть Исаак, он был глубоко верующий и человек, имеющий страх Божий, ведь можно быть верующим, в общем-то, и глубоко не иметь этого страха. И я верю, понимаете, что именно вот этот страх, я там посмотрел страх Исаака, посмотрел слово, которое там употребляется, оно употребляется еще десятки раз в Библии, и оно имеет, как бы, ну, все виды, оттенки этого страха, понимаете? И страх перед тем, кто имеет власть над твоей жизнью и твоей судьбой, ну, как страх, знаете, вот боюсь, да и все. И как страх, как благоговейное почтение, то есть в этом страх Исаака, он включал в себя и то, включал в себя и то, и в другое, он знал Бога, он знал, что да, от него зависит моя жизнь, и он понимал, кто он, поэтому, когда он пошел к жертвеннику, понимаете, это была не просто реакция на послушание, ну, послушный сын, да, нет-нет, он знал, он знал, кто хочет этого, да, чтобы, ну, вот это вот было то, что происходило, и он понимал, и он глубоко смирился перед этим. Друзья, и это, это явилось сердцевиной, как бы, характера и жизни Исаака, и это дало ему то благословение, я больше чем уверен, которое он имел в жизни, потому что, ну, почему именно страх? Потому что, ну, мы, когда мы читаем Библию, мы увидим, что страх – это и есть основа мудрости. Аминь? Вот, и если тут, и вот вторая глава, например, притч, там, третья, восьмая, просто я отовсюду буду брать, она говорит о том, что тот, кто имеет страх, он находит познание о Боге, а Бог дает мудрость и знание, и разум, да, и Бог, от Него исходит, короче, от Него исходит все то, что дает успех в жизни, понимаете? Поэтому, если имеешь страх, это прямой путь к Богу и получение от Него той мудрости, которая нужна нам для жизни, для принятия решений во многих обстоятельствах. Это как в духовных вопросах, это как и в вопросах практических для нашей жизни, ну, многие вопросы. Вот, а мудрость, она говорит, у меня, говорит, в правой руке долгоденствие, а в левой руке, в принципе, богатство и слава. Вот, поэтому, имея страх Божий, значит, Исаак имел то, что он имел в жизни, он имел и богатство, и славу, и спокойную жизнь, и так далее, потому что у него была эта мощная основа, на которой он строил свою жизнь. И, вы понимаете, он не был счастливчиком от Господа, знаете, я как-то, я думал, вот я смотрел на него жизнь раньше, я думал, ну, у него же папа такой, ну, знаете, он, ну, как вот, как-то бывает, вот, вот, такой, мажор от Господа, да, вот, вот, папа, и все у него получается, ему все сойдет с рук, и так далее. Нет, друзья, немножечко не то. Он прожил свою собственную жизнь, это была достойная жизнь праведника, и мы смотрим по жизни его сына Иакова, это был тоже достойный человек, он был назван Томим, Томим, это, ну, это как Ной, Ной тоже был Томим, и Ной ходил перед Господом, и Иаков ходил перед Господом, но немножко схитрил, ну, это не мои слова, это папа сказал вот в этой главе, папа сказал, ну, он хитростью говорит, вот, пришел вот и забрал твое благословение, немножко схитрил, и он потом имел, как бы, по своей жизни, да, мы знаем, двадцать лет работал на кого-то, и потом, когда он пришел к Иосифу, он говорит, ну, перед фараоном сказал, говорит, жизнь моя была, вау, вау, короче, такая нелегкая была жизнь, маленькая хитрость-то у Томим, и вот он, он понимал, у Иакова, очевидно, я так вот думаю, я смотрю, у Иакова не было, не хитрил он, были, не могу сказать, что он был во всем, как бы, все у него было так вот, но то, что он ходил перед Господом, понимаете, и то, что он, то, что он был правильником, это однозначно. Следующий, идем дальше, при наступлении вечера, вечер, Исхак вышел в поле поразмыслить, поразмыслить, и возвел очи и увидел, вот идут верблюды, то есть это немножечко из предыдущей главы, но очень характерно для Исхака, понимаете, вот это вот слово, он вышел в поле поразмыслить, интересное слово, как-то оно не так уж часто встречается в Библии, и видно, что это слово, оно было характерно этому человеку, я посмотрел именно, ну, по словарю Стронга, это слово единственное, которое, значит, ну, один раз оно, короче, оно встречается, ну, это по словарю Стронга, вот, вообще-то это слово, оно переводится в еврейских текстах, оно, ну, в еврейских, в еврейских переводах Торы, оно переводится, как помолиться, вот, но якобы ивриты особенно не знаю, но я увидел, что первые три слова именно как раз обозначают слово поразмыслить, глубоко размышлять, как бы думать, да, вот, а четыре буквы обозначают помолиться, я так понимаю, что, наверное, там присутствует и то, и другое, то есть это было глубокое молитвенное размышление, то есть это было характерно, это было характерно для Исхака, то есть он был человеком размышляющим, вот, что такое размышление, вот, я посмотрел в Википедии, думать как следует о чем-либо, всесторонне взвешивать в мыслях, словарь Ажегова, углубляться мыслью во что-нибудь глубоко, словарь Даля, углубляться во что-то умом, внимательно рассуждать, вот, то есть это не просто принимать поверхностные решения, это обсуждать и рассматривать любую ситуацию со всех сторон, и при том молитвенно, и это тоже, этим любил заниматься Исаак, любим мы этим заниматься мы, вот, ну, не знаю, вот, любим мы, я думаю, что, наверное, вряд ли, потому что мне известно когда-то, я несколько лет назад, даже лет 10, наверное, наиболее, прочитал фразу одного известного промышленника, который сказал, говорит, размышление, ну, я почти дословно говорю, размышление это самое трудное в деятельности человека, поэтому немногие люди этим занимаются, понимаете, о чем я говорю? Размышление, знаете, мы иногда, мы любим слово там, допустим, мы в основном применяем слово думать, это я не только к вам, я и к себе говорю, иногда мы говорим, а я думал, ну, вот, тот думал, например, что он проскочит, ну, не проскочил, почему? Он не размышлял, он думал, то есть поверхностно решил, да, или, например, когда человек отдает деньги куда-то, он думает, что у него все будет классно, он будет стричь купоны и так далее, но не размышлял глубоко, и деньги что, они исчезли, потому что что? Он думал, он не размышлял, поймаете, о чем я говорю? То есть размышлять, углубляться, обсасываться со всех сторон, смотреть, принимать решение взвешенно, глубоко, это характерно для Исхака. Я, ну, не только над этим, просто уже как бы мало, мало времени, понимаете, вот, но даже вот такой вот моментик, давайте один рассмотрим, там у меня несколько примеров, вот когда он благословлял своих сыновей, смотрите, пришел, пришел Иаков, значит, представился ему Исавом, он поверил, что это Исав, благословил его, но он не благословил его полным благословением Авраамовым, он благословил его царским благословением, ну, уже, а, ну, то есть он, как бы, благословением руководства, да, процветания и так далее, а когда он отправлял его в Месопотамию, он благословил его благословением Авраамовым, то есть даже в этой ситуации, понимаете, благословляя Исава, он знал то, о чем говорила ему, очевидно ему говорила супруга о том что ну когда она вопрошала господа о том что младше будет как бы наследовать старшество да вот то он он понимал что исав он он размышлял поймать о над жизнью и исава и ака он видел что хотя он и любил исава но жизни исава не было того плода который был жизнякова и он пара по поразмыслив все-таки не благословил его хотя по идее должен был благословить полным благословением и благословением царским и благословением священническим понимаете вот именно благословением авраама но этого этого не случилось я так думаю что это тоже свойство его личности помать он поразмыслил ну думаю лучше я еще подумаю каким образом и дальше видно будет следующее кстати такой мы такой такой момент мудрость или премудрость она говорит я вообще-то люблю рассуждение я обитаю с разумом ищу рассудительного знания то есть мудрости ей комфортно когда мы рассуждаем понимаете вот ну ей комфортно не просто когда мы рассуждаем ей еще интересно когда у нас еще и знание есть не все слышат да аминь аминь да то есть в любой ситуации друзья если мы не имеем знания и рассчитывать на то что не прилагая усилий рассчитывать на то что вот я абсолютно не имея знаний вот помолюсь и мне сверху спустится листок и там будет четко написано как нет в этой ситуации как бы действовать ну такого не бывает иосиф прежде чем чем его назначили премьер-министром он прошел определенные ступени руководства он он получил это знание давид прежде чем он стал царем он 13 лет проходил ступени руководства царского поймать и причем он стал царем и так этот принцип он будет со всеми не получится не бывает такого знаете что вот я не прилагаю усилий без знаний и у меня все полу ну как бы только помолюсь и все и господь он такой добрый что что мне даст бог помать надо смотреть на библию в целом он говорит не только о том что он даст но он говорит что будет при каких условиях он даст еще есть у меня пару минут еще один один случай смотрите и сеял исаак ну это то что говорит о характере исаака и сеял исаак земле ту и получил тот год ячменя во сто крат так благословил его господь и стал великим человек и и возвеличился больше более того и стал весьма великим он сеял во время засухи да вот значит это было как бы не совсем обычно вот и бог подчеркивает этот момент такой деятельный момент поймать а до этого мы говорили о духовных вопросах мы говорили как бы о душевных качествах значит исаака здесь мы говорим о его деятельной а его деятельности он сеял он действовал это был деятельный человек это это был человек ну как можно оценить допустим то что он сел вот именно в то время чтобы понять что о чем здесь говорится давайте посмотрим в экклезиаст одиннадцатую главу с 3 по 6 стих когда облака будут полны то они прольют на землю дождь если упадет дерево на юг или на север то она там останется куда упадет кто наблюдает ветер тому не сеть кто смотрит на облака тому не жать как ты не знаешь пути ветра того что образуют кости в очве беременной в очреве беременной так не можешь знать дело бога который делает все утром сей семя твое вечером не давай отдыха руке твой потому что ты не знаешь что или другой будет удачная и то ли другой равно хорошо будет то есть я вижу здесь вот соотношение о чем здесь говорится это иногда вот для меня это было ну непонятное место я много искал как бы понимание до на это место здесь говорит о том что есть вещи которые очевидны ну например дерево пойдет на юг ну сто процентов она будет лежать на юг на север она будет лежать на север да если ты будешь каждый раз смотреть вот вот это облачко пройдет вот тогда я посею а за не будет другое облачко то только если ты будешь постоянно наблюдать что вот вот что-то тебе мешает вот то у тебя ничего не получится ты постоянно будешь пролетать вот так не знаешь что мы комментируем ты не знаешь как она будет поэтому работой работают не не смотри на обстоятельства несмотря на то что там военные слухи да не смотри на то что там вот что там может получиться мы тут и попробуй по крайней мере у меня один мой товарищ научил меня когда-то дать отдал так дал такую мудрую мысль он говорит лучше сделать и пожалеть чем не сделать и пожалеть вот если ты не сделаешь 100 процентов пролетишь ничего не получится а если сделаешь у тебя ну минимум 50 процентов у тебя может получиться это это большой шанс стоит из-за этого сделать аминь вот и иаков он он был этим деятельным человеком который мог рисковать нам надо то есть он был не просто еще раз говорю вот сыном хорошего папы ему все сходило вот посеял он от ради папы вот и все получилось да не он не имел никакого откровения он не имел откровения о том что у него получится но он сеял и он он был деятельным человеком таким образом завершаю что я хочу сказать тура говорит о том что успех жизни человека это не результат просто того что он был что исхак был что его отец был другом божьим из как прожил собственную достойную деятельную жизнь полную познание бога об этом говорят об этом делают намек и история с колодцами жертвенники я просто оставляю и вам для размышления надя это был это был человек имеющие отношения с богом это был человек глубоко размышляющий над каждым своим поступком это был человек деятельный вот и это был праведник и он в результате он прожил он прожил долгую насыщенную жизнь и это было это был результат его жизни это был не результат папы это был результат его жизни на эти мы иногда думаем что секрет успешной жизни это в чем-то таком, знаете, особенном, в особенной молитве или в особенном действии. Например, да, ну не 10%, а 20-30% в 10%. А если 90%, то Бог уж точно просто вынужден будет меня благословить. Я аж не успел все увести. На самом деле история жизни Исхака она говорит о том, что вот он успех. Страх Божий, да? Вот он успех. Думай, вот он успех. Делай, делай по слову, и у тебя все получится. И да, благословит вас в этом во всем Бог Авраама, Исхака и Иакова. Аминь.